Заседание аттестационной комиссии Миноборнауки России. Этот попечительский совет, он реально очень-таки криво действует, о чем в своем выступлении сказал наш лицепремьер. Разработка КФУ. Новая опытная партия катализаторов отправилась на кубинское месторождение Бока-де-Харука. Катализатор представляет собой на связку и массу, и для того, чтобы доставить в пласт, нужно его растворить. Вот мы подбираем помимо катализаторов на основе различных металлов, еще и растворители. Россия и Китай. Что ждать от предстоящих переговоров? Дорогой друг, я рад вас видеть. Всем привет! В эфире Универ-Ньюса в студии Александр Фирсов. Состоялось заседание аттестационной комиссии Миноборнауки России. Подробнее в нашем следующем сюжете. Казанский федеральный университет принял участие в заседании Всероссийской аттестационной комиссии. На мероприятии традиционно было освещено множество тем и разнообразных вопросов, касающихся работы вузов. Отметим, что данное заседание проходило в дистанционном формате. Этот попечительский совет, он реальный, очень эффективно действует, о чем в своем выступлении и рассказал наш лицепример. По словам ректора, нынешняя программа «Приоритет-2030» особенная. В ней значительно расширено количество участников. Если раньше участниками программы были 28 вузов, то в этот раз в ней приняли участие порядка 300 организаций высшего образования. Из них 106 были отобраны для получения базовой части гранта в размере 100 миллионов рублей по поддержке инициатив по программе развития вузов. В этот список вошел и Казанский федеральный университет. Новацией этого года явилось отсутствие ограничений по ведомственной принадлежности к Министерству образования и науки Российской Федерации и форме собственности. Также было разделение на два трека – исследовательское лидерство и территориальное и отраслевое лидерство. Попытаться сформировать собственную программу, которая бы работала по принципу взаимного дополнения тех проектов, которые есть сегодня в «Приоритете-2030». Одна из тем была посвящена материальной поддержке профессорско-преподавательского состава. Как известно, за последний год руководство Казанского федерального университета уже неоднократно осуществляло материальные выплаты преподавателям. Очередная мера финансовой поддержки должна быть осуществлена до конца 2021 года. Весь профессорско-преподавательский состав получит одинаковый объем выплат. И вот сейчас до конца года будут сделаны выплаты каждому преподавателю по 45 тысяч рублей. Если взять сентября, то выплаты в сумме 80 тысяч рублей, единовременные или с распределением в три периода, каждому одинаково. Независимо, человек ассистентом работает, преподавателем старшим, либо работает профессором. Это было сделано с учетом поддержки в преддверии новогодних праздников. Я думаю, это правильное решение. Тем более, мы в полном объеме получили поддержку нашей профсоюзной организации. И у нас достаточно большое количество различных выплат. В частности, отдельные выплаты получили и еще до конца года получат те, кто сделал большой вклад в публикационную активность университета, те, кто работали по воспитательной работе, те, кто поддерживали различные мероприятия в университете. У нас практически ежемесячно идут выплаты. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз. Ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров принял участие в заседании Комитета Государственного Совета Республики Татарстан. На собрании были представлены доклады, затрагивающие вопросы необходимости использования цифровых технологий в области культуры и нехватки компетентных молодых кадров. Независимо от того, кто в какой ведомственной подчиненности находится, все-таки выступить, уважаемый нашим министром, много делается сегодня у нас по линии министерства, но вот выступить общим интегратором, то есть организующим такой силой, таким центром. И мы к этому готовы. Я вот от всех наших ректоров это хочу вас заверить. Если мы хотим, еще раз повторяю, сохранить нашу национальную культуру, то мы должны начать работать, я с вами полностью согласен, со школьного уровня, но никогда не забывать уровень наших вузов. Из Казани в порт Санкт-Петербурга отправилась новая опытная партия катализаторов для применения на кубинском месторождении Бока-де-Харука. Они разработаны в научном центре мирового уровня рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты Казанского Федерального Университета. Все подробности узнавала наш корреспондент. Бока-де-Харука является одним из самых высокотехнологичных проектов зарубежнефти. Компания использует новые разработки и оборудование российских компаний, способные работать в агрессивной среде и при высоких температурах. Совместно с Казанским Федеральным Университетом была разработана технология каталитического акватермолиза, обеспечивающая внутрипластовые облагораживания нефти. Технология позволит снизить вязкость сырья в пласте, увеличив добычу и нефтеотдачу. Катализатор представляет собой вязкую массу, и для того, чтобы доставить в пласт, нужно ее растворить. Мы подбираем помимо катализаторов на основе различных металлов, еще и растворители. В марте 2019 года мы отправили ее на Кубы, пока она доплыла у нас, и закачка была произведена в ноябре 2019 года. По результатам закачки в ноябре 2019 года на месторождении Бока-де-Харука прирост добычи нефти составил 110%. Уже в первую половину 2021 года поступил запрос от компании «Зурбежнефть» на производство второй партии. Мы для каждого месторождения в нашей лаборатории нам привозят нефть, и мы производим уже вот эти все исследования, все испытания, которые необходимы для уже облагораживания нефти, облегчения ее состава. То есть и для каждого месторождения мы подбираем тот или иной металл, тот или иной, та или иная, ту или иную композицию. Планируется, что 18 тонн казанских реагентов прибудут на место назначения в начале весны 2022 года. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс. Проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наука Земле и директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалеев провел в Антарктиде 16 дней в экспедиции. Одной из задач был сбор метеоритов, уникальных неземных объектов, которые помогают понять, как сформировалась Солнечная система и наша планета, из чего она состоит. В ближайшее время пройдут переговоры глав России и Китая. Какие взаимоотношения установились между странами и к чему они приведут в новом году, расскажем в следующем сюжете. 15 декабря состоится встреча Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Переговоры пройдут в формате видеоконференции и подведут итоги совместной работы по развитию российско-китайского стратегического партнерства в 2021 году. Огромным достижением стало продление договора о российско-китайской дружбе, так называемый договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ну вот данный договор был продлен еще на пять лет. Такая формулировка свидетельствует, что сотрудничество прогрессивно развивается по всем направлениям. И военно-политическое сотрудничество, и экономическое сотрудничество, и культурное. То есть это не выборочный какой-то аспект взаимодействия, а это комплексное, всеобщное, всеобъемлющее взаимодействие. За последнее время очень мощная и сильная программа в области нефти и газа. Мы знаем, что функционирует нефтепровод и газопровод «Сила Сибири». Это огромное проектное решение. Далее мы говорим о том, что сегодня огромное значение имеет развитие логистики и транспортной инфраструктуры. И мы знаем, что сейчас через наш город, через Казань, строится мощная автотрасса, которая свяжет западную часть Европы с Китаем. И это тоже огромное достижение с точки зрения сотрудничества. Союз крупнейших держав России и Китая оказывает сильное влияние на мировую политику. По мнению политолога Романа Пеньковцева, обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам в ходе встречи глав государств может повлиять на дальнейшее решение Запада. Это два ядерных государства. Об этом нужно помнить. Оба этих государства входят в Совет Безопасности ООН. И вот на фоне того, как Западный мир вводит, в принципе, международное сообщество в состояние турбулентности, то есть раскачивает различным способом арабские, арабские, арабские революции, Россия и Китай, они, напротив, поступательно пытаются сохранить те принципы международного сотрудничества, которые были заложены после Второй мировой войны, сохранить устав ООН, ну и то, что мы называем Ялтинско-Подздамские принципы. Вот, собственно говоря, за счет этого и видится стабилизация того международного хаоса, международной мирсберихи, которая сегодня происходит. Предыдущая встреча лидеров также прошла онлайн. Она состоялась 28 июня и была приурочена к 20-й годовщине подписания Российско-Китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ариадна Кугушева, Универньюз. На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!